Сейчас об этих и других событиях более подробно. Обращаться за помощью важно и нужно, особенно если дело касается детского здоровья, в том числе психического состояния. Накануне в детском отделении областного психоневрологического диспансера состоялся импровизированный день открытых дверей. Сотрудники медучреждения познакомили нашу съемочную группу с бытом ребят, находящихся под присмотром специалистов, а также рассказали, почему родителям стоит самим проявлять активность в заботе о здоровье своих детей. Подробности у Елены Старостиной. Уютные комнаты для отдыха и сна, удобные для обучения класса. На первый взгляд они догадаться, что в этих красочных стенах проходят лечение детки с проблемами психического здоровья. Третье отделение областного психоневрологического отделения сегодня заполнено почти на 100%. Из 50 коек занято 45. Лечение проходят ребята с различными диагнозами, в том числе с современными. Сейчас у нас больше детей стало в зависимости от гаджетов. Сейчас к нам достаточно идут родители, сами идут для уточнения программы обучения, потому что ребенок не тянет программу. Общая образовательная школа и родители хотят помощи, чтобы мы помогли им разобраться, что с ребенком. Многие говорят о том, что нет диагноза поставится, жизнь ребенка испортится. На самом деле это не так. У нас с депрессиями лежат, у нас со стрессами детки находятся, с тревогами. То есть, пожалуйста, у нас есть разные способы оказания медицинской и психологической помощи. Специалисты говорят, обратиться за помощью не стыдно и не страшно, когда на чаше весов здоровье собственного ребенка. А здесь в диспансере для маленьких пациентов в возрасте от 3 до 18 лет созданы все условия для комфортного пребывания и не только лечения. Творческий досуг, обучение с обычными школьными педагогами. К слову, именно проблему с учебой могут привести ребят и их родителей в психоневрологический диспансер. Есть дети впервые, которые поступают для уточнения диагноза, чтобы уточнить в последующем дальнейший образовательный маршрут. Программа обучения, чтобы мы более точно помогли психологам с медико-педагогической комиссии, педагогам школ выяснить все-таки, где ребенок должен обучаться дальше. При этом поддержку специалистов дети могут получить не только в рамках диспансеризации. Психиатры и психологи оказывают помощь и в амбулаторных условиях. Помощь нужна всем. Даже если ребенок не обращается к нам за помощью, но тем не менее наши службы работают вне нашей больницы. Это Грязнова-30, это Лучик, наш дневной стационар на Ленина-136. Туда может обратиться любой родитель с ребенком с любыми проблемами. Это не обязательно депрессии. Это даже какая-то проблема непонимания. Дети не понимают родители, родители детей. Обратиться за помощью родители могут в диспансер, где специалисты подробно проконсультируют, а также подскажут, что делать дальше. Медики говорят, чужих детей не бывает, а потому стоят на страже здоровья юных магнитогорцев, как своих детей. Елена Старосин, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН.